Эфир телеканал ОТС продолжает программа экстренный вызов. В студии работает Андрей Баев. Здравствуйте. В Новосибирской области бизнесмен убил человека и ранил ножом еще троих. Говорят из-за ревности. Преступление было совершено в Искитимском районе. Следственный комитет пока не комментирует произошедшее. Однако нашим коллегам, журналистам Комсомольской правды, стали известны некоторые подробности расправы. Все случилось в деревне Горевка. 44-летний мужчина выпивал в компании знакомых и во время ссоры набросился на собутыльников с ножом. Один потерпевший скончался на месте, а раненых мужчину и двух женщин в тяжелом состоянии увезли в больницу. Нападавшего задержали. К другим темам. Первый пошел на сделку со следствием. В Новосибирске приговорили одного из членов так называемой банды Тамерлана, которая терроризировала торговцев хилокского рынка. Вооруженный конфликт в стиле 90-х произошел еще в октябре 2019-го. С одной стороны были крепкие плечистые парни на недешевых иномарках, с другой – торговцы фруктами. В обстоятельствах массовой драки со стрельбой и сожженными машинами начали разбираться люди в погонах. Оказалось, побоище лишь вершина айсберга. По версии следствия, в течение нескольких лет дань с рынка собирала преступная группа под управлением некоего Тамерлана. Почти все бойцы были выходцами из Средней Азии, но один из них, Никита Петров, оказался уроженцем Новосибирской области. Его, кстати, задержали самым первым – прямо на перевалочной базе возле торговых рядов. Взвесив свои шансы, парень заговорил. Благодаря его показаниям полицейские смогли добраться и до остальных злоумышленников, несмотря на то, что те разбежались буквально по всей России. Возможно, именно поэтому Петрова обвинили только в вооруженном хулиганстве, а его приятели еще и в групповом вымогательстве. С Петровым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Петров, вину в свое совершение преступления, признал полностью. С государственным обвинением, с учетом тяжести совершенного преступления, Петрову было предложено назначить наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Фемида оценил откровенность Никиты Петрова сильнее, чем гособвинитель, и товарищ Тамерлана отделался двумя годами условно. Остальные фигуранты все еще находятся под следствием и вряд ли выйдут на свободу в ближайшие несколько лет. Венгеровский суд приговорил серийных грабителей. Четверо приятелей все лето потихоньку обчищали местный молочный завод. Злоумышленники тайком пробирались на территорию предприятия и разбирали электродвигатели. Выносили агрегаты по частям. Похищенные сдавали на металлолом. Ущерб составил почти 90 тысяч рублей. Накануне виновным назначили по 100 часов обязательных работ. Столь мягкое наказание обусловлено тем, что на скамью подсудимых сели подростки. Правда, лидер этой группы школьников все же отправится в колонию для несовершеннолетних на год и 8 месяцев. А в Новосибирске судят управляющего магазином, который слишком рьяно охранял веренное ему продуктовое питание. Обвиняемый задержал вора, но этим не ограничился. Все произошло в одной из торговых точек Кировского района Новосибирска. После череды мелких краж, когда нечистые на руку покупатели долгое время оставались безнаказанными, подвернулся очередной любитель халявы. За украденную колбасу он и получил полипропиленовой трубой в грудь. Несмотря на то, что следствие закончилось и дело уже передали в суд, управляющий магазином продолжает настаивать на своей невиновности. Далее давайте посмотрим, что произошло у наших соседей. Рубрика «Территория Сибирь» продолжит выпуск. В Иркутске транспортные полицейские поймали драгдилера с поличным. Когда отпираться уже не было смысла, он сдал подельников, а заодно и 70 схронов с синтетикой. Организацией тайников закладок занимались двое безработных мужчин и их подруги. В гараже сбытчиков нашли еще два килограмма наркотического средства под названием «Скорость». Фигурантам грозит довольно серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. Чиню компьютеры и ноутбуки. В Тюмени под уголовное преследование попал компьютерный мастер. На молодого человека пожаловались его же клиенты. Мол, стоимость своих услуг тот завысил умышленно, чем ввел заблуждение потребителей. Последними были пенсионеры, которые не сразу догадались об обмане. Были возбуждены уголовные дела. Ущерб 75 тысяч рублей. Пока ушлый айтишник под подпиской о невыезде. А это сургут. 8 тонн подозрительно алкогольной продукции нашли местные оперативники. На склад заходили в сопровождении бойцов ОМОНа. Хозяин был категорически против этого визита. Известно, что партия обошлась злоумышленнику в миллион рублей. Но в розницу он рассчитывал выручить гораздо больше. Нелегальное спиртное также изъяли и из магазинов, куда предприниматель успел пристроить часть товара. Вышли на финишную прямую. В Новосибирске подходит к завершению судебный процесс над одной из самых работоспособных наркогруппировок. Правда, слушания могут несколько затянуться. Ведь на скамье подсудимых целый штат драгдилеров, помощников и их пособников. Обвинительное заключение читают уже несколько месяцев. И конца этому процессу пока не видно. Неудивительно, краткое резюме сомнительных подвигов предполагаемых сбытчиков заняло 31 том уголовного дела. В состав сообщества входили 17 человек. Часть работали в лаборатории, другие занимались непосредственно сбытом. До тех пор, пока не вмешались наркополицейские. Рядовые члены картеля, как говорится, пошли в отказ. А вот лидер команды и управляющий интернет-магазин подсуетились и сдали своих товарищей. Особенно откровенничал администратор. Он сообщил о схеме сбыта наркотических средств своей функции, управляющего в интернет-магазине. Указал на свою учетную запись, с помощью которой он общался с иными участниками преступного сообщества. Афанасий в полном объеме признал себя виновным в том, что на протяжении 2018 года он занимался сбытом наркотических средств, будучи участником преступного сообщества, находясь при этом в местах лишения свободы. Такая откровенность дала свои плоды. В конце 2020-го лидера сообщества приговорили к 13 годам лишения свободы, а накануне выслушал решение Афемиды и тот самый управляющий, что зарабатывал деньги, не выходя из камеры. Ему предстоит провести в колонии особого режима 11,5 лет. Впрочем, этим сроком несгибаемые подельники барыг, скорее всего, позавидуют. Они так и не признали вину, а значит, ответят перед законом по полной. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Вместе затеяли стройку века и также сообща пойдут под суд. В Новосибирске стартует процесс над руководителем строительных компаний, которые, по версии следствия, обманули больше 200 дольщиков. В далеком 2005 году две компании, Новосибирский фонд жилища и свой дом, запустили амбициозный проект по возведению современного комплекса МЖК Обь. Квартиры в домах предназначались в основном для молодых семей. Как заявляли организаторы, участие в стройке примут и власти. Якобы они обеспечат на объекте все инженерные коммуникации. При этом стоимость квадратного метра была значительно ниже рыночной. Желающих поселиться в очередном жилищном раю нашлось немало. Многие взяли ипотеку. Только вот итог оказался плачевным. Уже через пару лет все работы на площадке замерли. Примерно в то же время фонд жилища успешно обанкротился. Руководитель данной организации Павел Нефедов в дальнейшем попал под следствие. Вместе с главой группы компаний «Свой дом» Сергеем Шарковым. Как установили правоохранители, топ-менеджеры вкладывали средства дольщиков преимущественно себе в карманы. Часть полученных денежных средств обвиняемые похитили, в том числе направили на достройку иных объектов недвижимости, не выполнив таким образом обязательства перед потерпевшими по возведению трех жилых домов. В результате их противоправных действий инвесторам был причинен ущерб в размере свыше 190 миллионов рублей. Согласно материалам дела, от бурной деятельности фигурантов пострадали 214 дольщиков. Горестроителям инкриминировали особо крупное мошенничество. В качестве обеспечительной меры суд арестовал имущество обвиняемых. Ну а вскоре бизнесмены и сами предстанут перед Фемидой. Согласно действующему законодательству, им грозит до 10 лет колонии. Сегодня утром в поселке Кумысный Кочаневского района сгорела частная пилорама. После того, как огонь потушили, во время разбора завалов спасатели обнаружили тело 28-летнего мужчины. По факту смерти человека, Следственный комитет уже назначил проверку. Пожар, по предварительным данным, начался с бытовки, расположенной внутри пилорамы. Погибший был директором производства, но в эту роковую ночь остался на территории заохранника. На этом у нас пока все. Телефон редакции 310-2005. Он доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. Если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео. Мы покажем его в эфире. В студии работал Андрей Баев. Оставайтесь на телеканале ОТС. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин